Друзья, всех приветствую прямо в эфире здесь на Фейсбуке. И сразу же просим, такую паузу немножечко делаем для того, чтобы вы могли подключаться и приглашать своих друзей поделиться этим видео, потому что я верю, эфир будет очень интересный, полезный и наверняка очень важный. И нам нельзя игнорировать этим временем, нам нельзя игнорировать мышлением людей, нам нельзя игнорировать новым поколением, и всеми ресурсами, которые Бог доверяет нам и дает нам владычество над всем этим, для того, чтобы Его Царство распространялось, Его воля здесь на земле осуществлялась, как и на небесах. Драгоценные, подключайтесь и приглашайте ваших родных и близких, особенно молодых людей, для того, чтобы могли услышать важную информацию, и не только важную информацию, я верю, Господь будет говорить ко всем нам и изменять наш образ мышления. Я с большой радостью хочу представить нашего дорогого гостя далеко из Украины. Это Руслан Кухарчук, президент Ассоциации христианских журналистов Новой Медиа. И это человек с огромным опытом работы и вообще, наверное, взгляда на вопрос масс-медиа и вообще оружия. Мы назвали этот эфир «Оружие последнего века». Интересно, что когда мы поставили этот баннер, начали люди некоторые писать, что самое сильное оружие этого века – это церковь. Драгоценные, церковь – это не оружие, церковь – это посольство Божье на земле. Это тело Иисуса Христа, которое использует оружие. И методы, они не ограничены, и все ограничивает нас, это наш образ мышления. Поэтому я верю, что Господь будет расширять наше внутреннее мировоззрение и вообще взгляд на этот вопрос. Руслан, мы очень рады, что с нами сегодня. Слава Богу, благодарю за приглашение. Для меня благословение быть у вас в студии. Пусть Господь благословит это время всех наших зрителей. Да, мы будем все вместе вытягивать из этого человека очень много важной информации. И, конечно же, впервые, на самом деле, впервые, наверное, вот таким составом мы здесь в эфире. Да, пересмотрим сейчас этих братьев, которые с нами сейчас находятся здесь в студии. Кстати, Юра, у него лицо, может быть, подозрительное, но сам человек очень добрый. И очень любвеобильный. Он является директором студии нашей вот здесь, FFM. И также Алексей. Это, наверное, мозги этой студии. И на самом деле человек очень креативный. Кстати, он возглавляет наш креативный департамент. И всю хорошую работу, которую вы видите, она делается этими людьми. И еще команда, которая им помогает, которая сейчас находится среди камер и за компьютерами. Друзья, но это не важно. Важно то, чем мы сегодня будем делиться. И важно то, что эти люди, которые понимают важность, посвятили свою жизнь для того, чтобы, используя сегодня вот эту площадку, мы могли им приносить правильное влияние в судьбы людей. Я нарочно как бы растягиваю начало по той причине, что люди подключаются. И уже я благодарен тем, которые включились. И прошу особенно всю нашу команду, чтобы распространили и делали счет. Все люди, которые смотрят нас, не поленитесь. Поделитесь этим эфиром, потому что, я верю, будет очень интересное время. Позвольте мне начать с одной интересной ситуацией. Буквально я не так давно увидел один эфир. Увидел один эфир, где стоял боевик, человек с таким вот автоматом. И это, к большому сожалению, ситуация, которая происходит сейчас на Донбассе. Мы благословляем Украину, благословляем этих людей, которые проходят очень непростой сейчас период времени. И уже этот непростой период времени затянулся на долгие годы. Кстати, я услышал, что ты был в плену. Да, было это в 2014 году. Это было краткосрочное пленение в течение 13 часов, ночь. Но да, история была такая. Если можно, прежде чем я коснусь, быстренько, что там произошло? Каким образом оказался это там? Ну, это, честно говоря, это было из ряда выходящий такой прецедент. Я приехал в Славянск, Донецкая область. Это первый оккупированный город в Украине тогда. Сейчас он уже освобожден. И буквально прошло дней 10 с момента оккупации, когда боевики захватили все основные органы власти, в том числе отделение полиции, службы безопасности, городской совет, администрацию. И я пришел. Я утром проповедовал в церкви, кстати говоря, в поместной церкви. А вечером, это было воскресенье, пришел на центральную площадь города, чтобы увидеть, что происходит. И в этот момент, я не знаю, как-то не понравился, наверное, ко мне подошли несколько человек, высоких, с автоматами, задержали. И меня отвели в местное отделение милиции, которое уже было захвачено. Там не было милиции, безусловно. Меня отправили в камеру. И я там с 7 вечера до 8 утра находился. Со всеми вытекающими последствиями. Пакет на голове, избиение, допрос. Это было. Что интересно, утром я проповедовал на тему слова апостола Павла, когда он сказал в Коринфянам, «Я сам в себе имел приговор к смерти, чтобы не на себя надеяться, но на Бога воскрешающего мертвых». Вы представляете, до утра я об этом говорю проповедь, и вечером я сам в себе имею в себе приговор к смерти, чтобы не на себя надеяться, но на Бога воскрешающего мертвых. А не было такое состояние, как бы, «О, Господь, вот что ты имел в виду». Господи, я понял теперь, что эти слова на самом деле означают. Поэтому такое испытание, откровение, знаете, ожило совершенно. И, честно говоря, конечно, по Божьей милости меня утром освободили в 8 часов утра. Ну и в 12 ночи, в полночь, по всем НКВДшным традициям, допрос, безусловно. Но это Божья милость, что я был на свободе. Потому что в те времена, в начале, это была очень агрессивная среда. Очень агрессивная. Просто так не выпускали. В лучшем случае держали на обмене несколько месяцев. В худшем случае убивали людей. Поэтому, да, была такая история. Она у меня описана в некоторых моих публикациях. Вау. У тебя есть даже книги твои, да? Да, есть две книги. Мандат одна и вторая десятка. И также учебник «Новый журналист», учебник по медиа, по медиаработе. Я думаю, что вот в этом ключе, в этой теме мы больше об этом сможем поговорить. Да, вообще очень много планов, очень много интересных. Интересное время, я абсолютно убежден в этом. И это человек, который владеет этой информацией. И вообще, я верю, Бог прислал его именно влиять в этой сфере. Поэтому мы сегодня сидим здесь, будем делиться в простоте, в открытости. Говорить вообще, что происходит на данный момент и в этом веке. Как говорится, в этом веке. Ну, позвольте, вот интересная мысль. Я реально видел это видео. Стоит боевик с автоматом. И рядом журналист из Лондона с камерой. И они как бы допрашивают этого боевика для того, чтобы он поделился некой информацией. Но меня поразила вот речь этого человека. Достаточно образованный человек, хотя он с дулом. И понятно, что он защищает своих родных и близких. Но вот его мысль. Он говорит, я не хочу вам давать информации. Он говорит журналисту, по той причине, что вы все равно не высветите это все. Вы не скажете правду, вы обрежете, вы по-своему все это сделаете. И этот журналист дает обещание. Он говорит, нет, я обязательно дословно все, что ты будешь говорить, это пойдет в эфир. И этот боевик говорит, дело в том, что вот в ваших руках оружие намного страшнее, чем в моих руках. И он говорит, вот этим автоватом я могу за раз убить одного человека. Но говорит, одним эфиром, который вы выпускаете, вы можете убить целое поколение как бы людей. И вы знаете, он как сказал, меня как пригвоздило. Я думаю, пристал. А на самом деле это же правда. Потому что в руках у этого репортера или у журналиста, и человек, который снимает с камерой, намного сильнее оружие, чем тот, который держит в руках это дуло. Потому что он может убить человека. А камера может повлиять на все это время, на мышление людей, заставить их делать добро или зло, заставить их тому или иному образу мышления. Вообще как бы есть такое выражение, кто контролирует воздухом, тот контролирует землей. Потому что по сути радио, масс-медиа, сошел-медиа, телевизионные каналы, вообще все, что связано с передачей информации, мы сейчас говорим через воздух, оно влияет на весь мир. На весь мир. Руслан, буквально, вот все, что у тебя есть в сердце, вот даже в этом вопросе, какие вещи, мы должны просветить, пожалуйста, твое время. А потом мы перейдем к вам, ребята, потому что у нас уникальное видение, вообще в команде уникальное видение, что касается телевизионной работы и работы с сошел-медиа и новой медиа, если можно назвать. Я не сразу одним блоком выдам, а так постепенно, возможно, в течение ближайшего времени. Тезис номер один, что благая весть – это благая информация. Поэтому, когда Христос пришел на этот мир, родился 2000 лет назад в физическом теле, он принес благую весть, то есть благую информацию и поручил своим ученикам и апостолам, и последователям распространять благовествование. Благовествование – это означает распространение массовой информации. Поэтому, когда мы слово «благовестие» или «благовествование» употребляем, это имеется в виду, что мы берем и с помощью каких-то различных средств и инструментов тиражируем контент современным языком. Есть такая английская аббревиатура «Ctrl-C», «Ctrl-V», это когда скопировать и вставить, когда мы «copy-paste», и это духовное действие. Вообще «copy» и «paste» – это духовное действие, потому что мы таким образом распространяем и тиражируем благую весть. Что интересно, когда Христос совершал свое служение на земле, он его делал максимально публичным. И Иисус только шесть дней в неделю благовествовал и служил на улице, исцелял, проповедовал, бесов изгонял, мертвых воскрешал. И только один день в неделю заходил в синагогу, и то это не всегда хорошо заканчивалось, то из горы пытались сбросить, то еще какие-то приключения. Христовая весть, она публична в своей природе. Господь Иисус Христос показал нам пример для служения. И он заключается в том, что нужно подниматься на гору, на горную проповедь, он говорил, на горе, чтобы его видело большое количество людей. Он уходил в лодки на озеро, чтобы его слышало и видело большое количество людей. Поэтому для меня абсолютно очевидно, что евангельская весть, я много этот термин буду повторять, она имеет публичный статус. Она предназначена для массовых аудиторий, а не для какой-то узкой, изысканной, элитной группы людей. Иногда, когда люди находятся много лет в церкви, им начинает казаться, что евангелие это для избранных, что не все способны это принять, что вот это вот мы такие хорошие еще несколько человек. И мы начинаем даже уже, смотря на человека по улице, для себя делаем вывод, вот он, наверное, будет спасен, он нет. Вот мы уже как-то вместо Бога это решаем, но задача, которая перед нами стоит, это сделать благовестие, благую весть публичной, широко известной, максимально через все возможные каналы и инструменты. А уже дело Духа Святого, эту весть, эту информацию, использует для спасения вечной души человека. Хочу сказать слова, которые Иисус говорил в Евангелии от Матфея, в 10 главе. 10 глава Евангелия от Матфея. Христос посылает учеников своих на служение по два человека, как мы помним. И дает финальное наставление, прощаясь с ними. И говорит о важных методах служения. И 27 стих, вообще 27 стих Евангелия от Матфея, 10 глава, это такой лозунг в ассоциации новомедиа. Мы, это наша такая духовная основа. Знаете, мне кажется, любая профессия, христиане в любой профессии найдут какое-то библейское основание для своей работы. Даже сантехники, строители, слесари, уж тем более журналисты мы тоже для себя нашли. Ну, хотя это не то, что нашли, это у меня глубокое откровение было, когда мне еще лет 18 было. Иисус говорит, что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровле, на крыше. Ну, конечно, каждый кулик свое болото хвалит, но, по-моему, здесь прямым текстом речь идет о средствах массовой информации. Потому что нет более яркого освещенного места, чем телевидение, газеты, журналы, где на тебя все светит в прямом смысле этого слова. Буквально, как сейчас. И в переносном смысле. И нет более высокой кровли, крыши, возвышенного места, чем средства массовой информации. Поэтому не мы, не я, не Андрей, не служители, а Христос говорит. Что говорю вам в темноте, ваша ответственность выйти на яркое освещенное место, где вас будут видеть все. И повторить этого все услышание, что на ухо слышите, вы найдите крышу, кровлю, самую заметную, и расскажите об этом с высоких мест. Поэтому для меня нет никакого сомнения, что вообще средства, я позволю себе такое, может, категоричное утверждение, но моя глубокая вера внутренняя и мое убеждение, что вообще средства массовой информации, как явление, газеты в 17 веке, радио в 19 веке, телевидение в 20 веке появились, и стали возможным их появление в Божьем замысле, в глобальном Божьем замысле, как ключевой, важнейший инструмент для совершения Божьего дела на этой земле. И другое дело, что враги Христовы более эффективно это используют иногда средства. Но изначально в Божьем замысле, я в это верю, это предназначено для благовестия, а также для защиты и популяризации христианских ценностей, для этих двух целей и задач. Поэтому всегда это для меня большое благословение и удовольствие смотреть, когда люди, последователи Христа активно работают со средствами массовой информации. Поэтому, что таким образом мы исполняем поручение Христа из Матфея 10 глава 27 стих. Амэн, амэн, амэн. Дело в том, что у меня такое ощущение, что на самом деле христианство как-то реально отрезвляться, просвещаться. И сегодня мы массово замечаем то, что все как бы очнулись на то, что нужно теперь делать такое. Мы же понимаем, время проснуться нам от сна, потому что ближе к нам спасение. И использовать все методы, тем более всю технологию для того, чтобы распространить. Именно в этом главная мысль. Потому что Бог есть им дух. И если даже написано, что дьявол – князь, господствующий в воздухе, и он понимает силу и влияние… Воздух – это эфир. Это эфир, да. Поэтому я и начал с того, что это очень грамотный человек, влиятельный. Сказал, кто контролирует воздухом, тот контролирует землей. Потому что дьявол использует все эти чаннелс, все возможности, все ресурсы, все методы, чтобы влиять именно на мышление человека через средства массовой информации. Мне понравилось твое выражение, ты буквально делился в офисе, что первое, ты говорил, с чего началось вообще средство массовой информации. Вот буквально несколько слов. Да, я вот упомянул, что я верю, что в медиа вообще предназначены. И доказательство этому – это Гутенберг, известный немецкий изобретатель. В 15 веке, это 1450-е годы, изобрет первый печатный станок вообще. До этого все рукописи, тиражировали тексты. И именно для печатания Библии. И первое, что он печатал – это священное писание Библии. На территориях наших в Украине Иван Федоров – первопечатник. Первое, что он во Львове печатал. И в других регионах – это апостола Павла Послания, это Деянистых апостолов. Это потом уже начали печатать Нью-Йорк Таймс, Вошнтон Пост, Комсомольскую правду. А вначале печатали Библию, священное писание, Слово Божие. Поэтому, когда мы говорим о работе в средствах массовой информации, иногда люди этого мира, секулярные люди, они реагируют на это несколько агрессивно. Вот там христиане пытаются проникнуть, захватывают. Это не их ума, дело. На самом деле, я всегда говорю, именно со Слова Божьего начиналась вся эта индустрия, тиражирование информации, печатных станков, эфиров, проводов. Поэтому мы просто возвращаемся к тем традициям, с чего все начиналось, а не начинаем что-то новое. Не говоря уже о том, что Евангелие – это репортажи, которые писал евангелист Лука, например. Или Деянистных апостолов – это репортажи. И вы помните, там в первых словах написано, Лука пишет, «По тщательным исследованием, достопочтенный феофил, я решил написать тебе, как все было от начала». И только лишь потому, что кто-то взял и написал, растиражировал, сегодня мы имеем Слово Божие, сегодня Дух святой через это действует. Поэтому я всегда на это обращаю внимание, что простое техническое действие – поставить камеру, выставить свет, поставить задний экран, написать пост в Фейсбуке – приводит к духовным последствиям. Я еще раз подчеркну эту мысль, она очень важная. Простое техническое, механическое действие – Ctrl-C, Ctrl-V, Copy-Paste, поставить камеру – оно в разы увеличивает славу Богу. Вот, например, Иисус Христос один раз воскресил Лазаря. Один раз. Это однажды было. Но был евангелист Иоанн, который написал об этом, рассказал об этом. И если бы Иисус Христос один раз воскресил Лазаря, Христа бы прославили только Марфа, Мария и те люди, которые там были. И все. И об этом бы больше никто не знал. Но только лишь потому кто-то взял и две тысячи лет, написал и две тысячи лет распространяет Евангелие, печатает, тиражирует. Две тысячи лет люди знают эту историю и прославляют Иисуса Христа за одно чудо, которое Он совершил две тысячи лет назад. Поэтому мое глубокое убеждение, что мы сегодня должны с помощью средств массовой информации увеличить коэффициент полезного действия, то есть эффект от каждого Божьего действия. Господь один растворит дело, но с помощью медиа, с помощью тиражирования об этом узнают много людей, и Он получает намного больше славы, чем если бы Он получил, чтобы когда это действие никто не знает. Поэтому работа со средствами массовой информации, эфир, газеты, социальные медиа, это духовная работа, это духовное действие. Это не просто техническая работа, это духовное действие, потому что это, когда мы врезаемся в эфир Евангелием, Светом, и это приносит в жизни чудеса, потому что, познайте, истину написано, истина сделает вас свободными, истина познается от слышания, когда она звучит, когда она печатается, когда она тиражируется. Поэтому я обращаюсь и к зрителям нашим, если Господь вас побуждает работать с медиа-сферой, со средствами массовой информации, пусть действуйте смело, это Божьи призывы в ваше сердце. Возможно, вы сможете со служением Flame of Fire взаимодействовать в этом служении, или на том месте, где вы находитесь. Действуйте, совершайте медиа-служение. Может идите учиться на журналистский факультет, работать в средствах массовой информации, в светских, в христианских, но быть светом на том месте. Если этого нет призвания в вашем сердце, молитесь хотя бы, молитесь о тех людях, которые совершают это служение, поддерживайте тех, кто совершает это служение. Это стратегически важная вершина. Это кровля, о которой говорил Христос. Мы должны подниматься на эту кровлю и становиться в этом ярком и освященном месте, для того, чтобы созидать Царство Божие на этой земле. Друзья, вы видите, что это человек в своем призвании. Он заряжен по полной. Он просто в него течет, и течет, и течет, и течет, и течет. И он может этот эфир сам провести. Нам здесь нечего делать. Спасибо огромное, Руслан. И мы всячески хотим услышать, как можно больше. Ребят, вы подключайтесь конкретно к эфиру. Вы улыбаетесь только там, сидите. Ребята практически это делают. Делом, не словом, а делом. Потому что этот человек, когда мне сказал, когда-то Юра, когда попал к нам вообще в команду, он сам из Портленда, все оставил, переехал сюда семьей, чтобы быть частью этого служения, этого видения. И он мне всегда говорил, я хочу быть... Как это твое выражение? Я хочу быть солдатом невидимого фронта. Мне кажется, что интересно, что даже до моего служения, даже когда я попался до того, я просто молился и говорю, Господь, я хочу быть оружием, могущественным оружием на невидимом фронте. То есть я не хотел привлекать себе славу человеческую, но думаю, чтобы все-таки то, что я делал, было могущественное. И когда я начал молиться, то Бог начал меня потихоньку вводить в служение в церкви, на камеру я стоял, и таким способом я потихоньку попал. И сейчас я осознаю, что я действительно оружие могущественное на невидимом фронте. Леш, а что ты... Ну давай, продолжай, продолжай. Еще интересно добавить к твоему, что ты говорил, что некоторые люди, они сомневаются, что это Божье дело, знаешь. И я хочу сказать, что первый медийщик – это Бог, это слово Божие, потому что медиа – слово медиэйтер, посредник. То есть первое посредничество было Слово Божие, которое между человеком и Богом. Так что это Божье... Я вижу, что вы как бы все понимаете, о чем я здесь речь. Леш, а что ты делаешь вообще в медиапространстве? Что именно это внутри тебя? Ну, изначально я, когда еще даже до моего покаяния, мне всегда привлекала именно медиасфера. Ну, компьютеры, компьютерные игры. Это серьезная медиасфера. Да, это медиасфера, да. Но я, можно сказать, тратил часами на то, что как бы не приносило никакой пользы. Но Бог использовал этот интерес к этому, компьютеры, к камерам там. И чтобы в результате, когда я уже пришел к этому моменту, где я понял, что я могу это использовать для распространения Евангелия, для распространения Благой Вести, не просто там на форумах зависать, а именно делать что-то, что в результате повлияет на множество людей. Я всегда говорил такое выражение, Руслан, чтобы мы взяли душевные интересы, направили на духовные цели и воплотили их физически. Потому что я верю, как там ни было призвания, и способности человека, таланты, и его внутренние интересы, они часто связаны с душевными переживаниями. Библия говорит, все, что делайте, делайте от души, как для Господа. Поэтому вместо того, чтобы их направлять в ненужное русло, мы должны создать площадку возможностей для того, чтобы люди увидели, что их призвание в концепции Царства Божьего, оно даже шире, чем церковные стены, и мы должны находить эти методы влияния, чтобы распространить Евангелие Царства. Мы этими занимаемся. Это огромное наше желание. Я, в чем эта мысль, и это благословение, мне кажется, что у нас беседа и разговор на эту тему, и мы молились, чтобы Господь Духом Святым действовал сейчас также для зрителей. Я верю, что Господь сейчас, может, даже призывает кого-то для того, чтобы заниматься этой работой, этим служением полное время. Для начала, может, part-time и полное время, потому что это стратегическая высота и стратегическая сфера. Понимаете, средства массовой информации. Тем более, что еще важно. Я занимаюсь журналистикой с 2000 года, там уже 18 лет. Я припоминаю еще первые свои статьи. Я писал на печатной машинке, не на компьютере. Просто так вот тарабанил на эту клавиатуру. Я, кстати, именно поэтому сегодня на компьютере тоже громко печатаю. У меня привычка еще вот сильно давит на клавиши, что весь офис слышит, как я печатаю текст. Хорошо, что хоть монитор со стола не сбрасываю по привычке, как вы знаете, на печатной машинке нужно каждую строчку перебрасывать. И после этого я написал статью, например, и несу в газету местную, где я там жил, это в городе Скадовске, Херсонская область, и предоставляю редактору, и в надежде, что он возьмет это и напечатает. И я полностью зависел от него. Вот он взял, напечатал, слава тебе, Господи. Не взял, мне оставалось эту газету на заборе где-то приклеить, чтобы ее печатали. То есть раньше средство массовой информации это было ограниченной сферой для элиты, для элитарного узкого круга людей, для журналистов. И все, больше не для кого. То есть доступ, вот это сейчас умная мысль, а не только духовная, еще умная. Доступ к массовой аудитории много веков, много веков был ограничен исключительно для узкой группы людей. Журналисты имели монопольное право на доступ к массовой аудитории. И только лишь когда появился интернет, социальные медиа, ютуб, социальные сети, вот фейсбук, это лишило журналистов монопольного права на доступ к массовой многомиллионной аудитории. Вот я, например, у меня режиссерское образование, журналистское образование. Я заслужил свое право, свой статус, вещать, чтобы меня смотрели 5 миллионов человек. А сегодня там какой-то пацан 10-летний или 5-летний, который еще читать не умеет толком, он может записать на мобильный телефон видео, и его посмотрят тоже 5 миллионов человек. Это несправедливость, Андрей. Это несправедливо, потому что я заслужил свое право, а он ничего не сделал, его смотрят точно так же. То есть границы размыты вообще? Для нас, для журналистов, это плохая новость, понимаете? Потому что сейчас уже все. Для христианского журналиста хорошая новость. А сегодня не просто для журналиста, а вообще для любого человека, который даже не является журналистом, но у него есть доступ к интернету, он получил техническую возможность, чтобы иметь доступ к массовой аудитории, через ютуб, социальные сети, инстаграм, что угодно. Поэтому это, безусловно, так называемая гражданская журналистика, civil journalism это еще называют. Хотя есть и профессиональные, безусловно. Поэтому если Господь призывает вас профессионально заниматься, идите профессионально занимайтесь. Если нет, то непрофессионально. Блоги, социальные медиа, там также мы можем транслировать благую весть и защищать христианские ценности. Это две главные цели. Благовестие и защита христианских ценностей. Пробовать Евангелие, защита евангельских постулатов и смыслов в общественной и гражданской жизни. Супер, спасибо огромное. Я то, что вот буквально недавно мы решили ко всей работе, потому что многие вещи, даже те, кто смотрят и кто знаком со служением Flame of Fire, помимо всей работы, разрабатывается сегодня очень огромная площадка и механизм для дальнейшего, для дальнейшей работы. Я верю, что вы скоро будете ознакомиться с видением и с тем потенциалом, который Господь сегодня вручает и помогает нам реализовать. Но помимо этого, прям недавно Бог побудил нас создать еще один департамент, именно свидетельств. И будет работать целая команда людей, которые будут работать для того, чтобы именно действия Бога, свидетельства, мы могли всячески в разном формате, в разной обложке просто доносить людям и через студию, и оформлять. И нам приходят массово, массово свидетельства, массово. Буквально за несколько последних дней мы получили где-то 85 свидетельств. Иисус – это люди, которые получили исцеление, освобождение, люди, которые поменялась судьба, восстановленные семьи. Только буквально несколько дней. Поэтому мы хотим прямо оформлять, делать правильную обложку в разном формате, именно свидетельства. Вот точно то, что сделал Иоанн, когда Иисус воскресил Лазаря. Вот, буквально мы еще хотим немножко внимания вот к Руслану, буквально те вещи, которые у него есть. У меня есть пару вопросов. Но мы потом перейдем вообще к видению то, что Flame of Fire в масс-медиа. И реально даже наша цель, друзья, все, кто смотрят на нас сейчас, реально наша цель. Потому что, я объясню какая, много молодых ребят сегодня, они прям чувствуют, у них тяга, у них тяга, есть такое слово тяга, вот к электронике, ко многим вещам. Они дома делают такие сногсшибательные ролики, воплощают свою идею, фантазируют. То есть это, ну, огромная площадка возможностей сегодня. И мы лично со своей стороны, вот, Руслан, включая, вот, я знаю, что у вас колоссальная работа, которую я хочу сейчас услышать, но здесь даже в Соединенных Штатах Америки есть молодые люди, вот, включая, как Алексей. Мы его взяли, потому что у нас была нужда, он пришел сюда. Но когда он увидел видение, когда он начал знакомиться со всем форматом работы, он говорит, я хочу быть частью этого. Вот, мы хотим предложить реально молодые люди, если родители смотрят нас, если у вас дети, видите, у них прям тяга в этой сфере, соединитесь с нами, свяжитесь с нами. Мы хотим предоставить платформу. И на этот год у нас планы собрать огромную медиакоманду, которая будет иметь разный объем работы, разный формат работы и будет реализовывать свои интересы. Но мы все это направим на духовные цели и реально хотим через эту площадку прославить Бога. И в таком широком объеме не ограничиваться там только студией, не ограничиваться только там, я не знаю, фейсбуком. У нас масса идей. Вы увидите скоро стратегию, которая будет на экране, и ребята поделятся. Руслан, вот то, что сейчас происходит, вот я знаю, что ты возглавляешь новом медиу, и вы делаете целые школы. Вообще, что сейчас происходит в этой сфере, и как ты видишь, и сколько верующих людей подключается ко всей этой работе? Если говорить о работе и служении нашей в Украине, я много лет сам работал светским журналистом на общественных телеканалах, я политический репортер по своей профессии, и также много лет занимаюсь христианской журналистикой. И у нас в ассоциации новом медиа есть 450 членов ассоциации новом медиа. Это верующие журналисты, которые работают и в секулярных, и в христианских медиа. Кто-то профессиональный, кто-то любительский. И у нас есть такая двойная миссия. Мы, с одной стороны, помогаем церквям и христианским организациям наладить информационную работу, информационное служение, объяснить важность вообще этого, потому что иногда бывает огромная церковь, и нет совершенно никакого информационного сопровождения для того, чтобы транслировать то послание, которое там озвучивается. Поэтому мы помогаем церквям, проводим обучение профильное о создании информационного отдела, и, безусловно, помогаем служителям. То есть наша миссия – служить телу Христову, потому что Христос пришел создать не организации, Он создал тело Христово, церковь и вратада не одолеет ее. Поэтому мы видим нашу функцию служения телу и созидания Царства Божьего на этой земле. И вторая роль – это светские средства массовой информации. Мы много работаем с секулярными, мейнстрим-мидиа, как это здесь называют, и являемся посредниками между одними и другими. И в Украине в свое время, когда мы начинали, или 10, 12, 15 лет назад, точнее, была большая проблема. Все телеканалы страны, они просто откровенно врали, они клеветали о верующих, о христианах, особенно о евангельских, протестантских церквях. Я припоминаю, что 2006-2007 год на всех телеканалах с интервалом в 2-3 месяца снова какой-то фильм выходил о Белом Братстве, сатанистах и Песятниках, например. И все в одну кучу это все смешивалось. Это все время было, постоянно, я еще когда работал. И мы много лет с этими и молились, и работали, и просвещением занимались, и протесты делали, и просто по-хорошему общались. Сегодня ситуация существенно изменилась. В Украине этого уже практически нет, почти этого искоренилось. И также мы сегодня делаем такую церемонию награждения для нецерковных журналистов, которые освещают темы веры, христианских ценностей. Мы их благодарим за это, статуэтку вручаем, красную дорожку, участвуем, молодцы, так держать. У нас, кстати говоря, в Украине несколько лет назад один из телеканалов страны, кстати, я перед этим скажу пророчество, которое Господь мне показывал много лет назад, потом вернусь к этой истории. И где-то в 98-м, в 99-м, у меня было глубокое переживание. И Господь мне начал показывать, что мы придем ко времени, когда большие мейнстрим, светские средства массовой информации будут демонстрировать Божьи действия на Земле. Не христианские, а на светские. И у меня это записано в тетради, до сих пор лежит этот блокнот уже с желтыми листочками. И все эти годы я сейчас собираю. У меня уже такая в офисе стопка газет и телевизионных программ. И вот однажды один из телеканалов, один из центральных, сделал шоу, ток-шоу, вечернее обычное ток-шоу разговорное. И по теме исцеления, вы можете себе только представить, они приглашают в студию, это не христианский канал, пасторов, священников, врачей и людей, которые пережили исцеление. И делают многомиллионы, десятимиллионная аудитория неверующих зрителей, смотрят это. И я когда, понимаете, я когда это смотрел, у меня, ну, мурашки по коже. Как иногда верующие думают, символ Божьего присутствия, мурашки по коже. Ну, это не так, но тем не менее, тоже неплохо. И я просто был впечатлен, как Бог исполняет свое слово. И мы, кстати, их пригласили, мы их поблагодарили, наградили за это. Поэтому я верю, что вообще пробуждение и Божье действие в последнее время, оно будет очень сильно завязано на медиа-сферу, на медиа-уровень. И потому что для этого медиа и появились. Это мое твердое убеждение. И в этом наша миссия служения в Украине и в других странах, в том числе. Поэтому просим и молитесь за нас там, в нашем народе, за Украину. Да, с удовольствием. Мало того, как можно связаться? Может даже сейчас какие-то люди интересуются вашим служением. Прямо, ну, дай информацию, пожалуйста. Есть ассоциация новомедия, новомедия.юа. Это на украинском языке, новомедия.ру на русском языке. Есть и также на английском языке. Ассоциация новомедия или Руслан Кухарчук. Без проблем можно найти наши контакты в интернете. Свяжитесь, напишите письмо или позвоните. Мы будем рады пообщаться, познакомиться. И да благословит Господь наше сотрудничество. Связывайтесь, друзья. Это важно. Это жизненно важно. Потому что все время туда уходит. Весь мир туда уходит. Весь мир. Сейчас все ушло уже в медиапространство. Все ушло. Я скажу больше. Все даже телевизионные каналы, они скоро, как бы, они уже теряют силу, потому что все уходит в интернет. Весь мир уже там. Все мозги там. Вся молодежь там. Все мышление там. И когда вот... Я недавно даже проповедовал и говорю об этом много. Когда написано, что в последние дни я и залью Духа Моего, и сыны и дочери ваши будут пророчествовать, и юноши будут видеть видение. Это сказал Бог, последовательность, все, что будет сопровождать излияние Духа Святого, что произошло 2000 лет назад. Дьявол это прекрасно понимает. Что происходит? По сути, интернет – это сфера образов, это сфера видения. То есть, то же самое, видением. Сегодня дьявол создает видение, используя негативные средства и негативное мышление и все эти негативные образы. Что такое Snapchat? Snapchat – это сфера видения. Что такое Facebook? Это сфера видения. Мы абсолютно все, что не коснемся масс-медиа, это сфера видения. Юноши будут видеть видения. Сегодня все видят эти видения, создают эти видения. Весь мир ушел туда. Поэтому наша вот сегодня наша программа – это крик Духа. Давайте мы будем просыпаться, давайте будем все делать возможное. Лично, Руслан, лично наше вот видение в служении в команде Flame of Fire, мы больше всего делаем сейчас ставку, больше всего именно в эту сферу. Будем делать все возможное для того, чтобы Царство Божие именно через масс-медиа распространилось. У нас масса, есть такое слово, танцы, танцы, тестимонии, свидетельств исцеления, освобождения. Люди приходят к Иисусу. Юра, Юра, вот человек, который был раньше в наркотиках, он пришел, потому что однажды на интернете увидел проповедь такого есть парень в служении, Андрей Шаповал, и он просто реально отдал свою жизнь Иисусу Христу, потому сегодня он находится здесь. Ну какое-то время я тебя смотрел все еще под наркотиками. Представляете, под наркотиками смотрел мои проповеди. Да, но он пришел к состоянию, буквально несколько слов, вот даже этот момент. Расскажи, пожалуйста, Юра. Ну у меня был период, когда я просто, ну я внутри понимал жажду Бога, и один раз я просто наткнулся на Андрея, и я все представлял, много их смотрел проповедей, но все как-то у меня было, я все подумал, что это фальшь. И в нем я увидел искренность, именно то, что его слова не расходились с его делами. То есть я поверил, и он говорил о жажде и о личных отношениях с Богом. И то есть, слушая его проповеди, я начал отделять время для молитвы. Будучи в наркотиках, я молился, и Господь просто меня освободил. То есть я сказал Господу, либо я перестану молиться, либо колоться, и Господь освободил меня. И это было начало моего путешествия в Сакраменто. Сегодня он оказался уже директором студии у нас. Представьте, что Бог может делать. Буквально недавно приехал один парень из Запорожья. Может даже кто-то смотрит, может человек сам смотрит сейчас нас, или будет смотреть. И это один из служителей из Портландо, он принес мне свидетельства, фотографии. И он говорит, представляешь, я встретил одного молодого парня в Запорожье, который раньше занимался колдовством. В полном смысле посвящен был, занимался колдовством. И он где-то тоже наткнулся на мою проповедь, где-то в интернете. Я не знаю, каким образом. В общем, душа, то есть сошел на него. Он отдал свою жизнь Иисусу. Он сейчас служитель церкви. И это все происходит через проповеди. Я мог бы продолжать, 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 продолжать. Потому что у нас на самом деле масса свидетельств. Именно через служение онлайн. Когда мы молимся за больных, изгоняем бесов, проповедуем Евангелие, люди получают исцеление. Ради этого была создана эта студия. Ради этого. Не просто, слава Богу, за классное так-шоу, информацию, интересное свидетельство. Но главное, это была мысль для того, чтобы распространить влияние Духа Святого. И проповедь Евангелия по всему лицу земли. Именно через площадку студии. Вот. Если ты позволишь, давай, может, мы вместе с тобой переключимся к этим ребятам. И ты поможешь мне выдавить из них. Алексей, пожалуйста, давай сразу к стратегии, к видению. Вот даже то, что практически то, что происходит сейчас в нашей команде, мы с большим удовольствием рады, то, что именно Руслан с нами сейчас находится. Он поможет даже мне в этой ситуации. Леш, переходи. Мы немножко поднимусь, что Руслан говорил насчет, вот когда в 90-х шел негатив о христианстве в России, в странах СНГ. И потом журналисты христианские, они поднимали, можно сказать, против этого всего шли, и в результате сейчас поменялось мнение, публичное мнение. И одно из вещей, вот наше видение, это влиять на мышление людей Евангелием Царства. То есть один тоже влиятельный человек сказал, что если достаточно повторять какую-то информацию, постоянно кормить человеком эту информацию, в результате это станет как бы часть его. И то, что мы делаем, это дьявол, он, почему он через медиу, потому что медиа, постоянно мы кормимся медией. Он постоянно кормит вот этой ложной информацией, и в результате мы верим в ложь. А мы хотим им наоборот кормить истиной, истиной Евангелием Царства, проповедями, клипами, все, что люди принимают, как бы мы это распространяем. Вот. А у нас сейчас, ну, множество сфер. Если можно, высветить буквально стратегию на экран. Вот. И мы хотели, чтобы этот разговор практически закончился. Потому что мы хотим предоставить площадку возможностей и для того, чтобы люди были благословенны. Давай, пожалуйста. Ну, я просто, ну, некоторые люди хотят себя найти в пятигранном служении, там, учителя, там, пророки, евангелисты. Ну, у вас тут грани и побольше, я смотрю. Да. Но я просто хочу сказать, что все эти пять пятигранных служений, они все в медиа. Поэтому вы можете просто придя в медиа найти себя, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И без него ничего не начало быть. Поэтому это было средство массовой информации. Пожалуйста, ребята. Очень часто нам приходится использовать и пророческие дары в медиа, и евангелизм, ну, евангелизм, это естественно, как бы, и все пятигранное служение, оно входит в это. Вот. Друзья, все, кто смотрит нас, обратите внимание сейчас на эту стратегию, потому что может кто-то из вас может найти себя и свои желания в этом. У нас мы разделили, как бы, нашу структуру на четыре категории. То есть это маркетинг, это техническая часть, мультимедия и кореография. Каждая из вот этих сфер, это как суботдел, который каждый человек, он должен отвечать за эти сферы. И каждая эта сфера, она несет массовое влияние. То есть маркетинг – это распространение полностью в соцсети, это люди, которые занимаются графическим дизайном, которые занимаются именно дизайном для print и распространяются в соцсети. Технически – это люди, вот все, что вы видите, даже здесь звук, свет, сцена, даже IT, как бы, visuals – это все входит в техническую часть, это все помогает создавать вот это вот, весь этот experience, даже для лава, все, что вы смотрите. Мультимедия – это фотография, motion design, у нас каждый месяц выходят наши новостные блоки off-air, audio production, video production, все клипы, то, что вы видите, всю документальную съемку – это все входит в мультимедия. И кореография, естественно, это люди, которые имеют актерские способности, возможно, именно хореографию, которые могут принимать участие в фильмах, в дальнейших клипах, которые мы снимаем. Это сфера, в которой мы сейчас… Вообще, на самом деле, Руслан, у нас… Впечатляет, тут просто такое количество направлений, что любой может найти себе применение. Но они это сейчас максимум сузили, только для эфира, потому там намного все шире, да, все намного больше и шире площадка, мы его просто как бы сделали узким для того, чтобы хотя бы сейчас донести несколько моментов. Я просто хотел сказать, что даже бабушка, сидящая дома, может найти себе, принтовать листовки. У меня бабушке 80 лет, и она вот исполнилась, и она зарегистрировалась в Фейсбуке. Я же перепугался. Теперь мне придется за каждое слово ответить. Да. Это написано там. А перед бабушкой… Это очень… Я в сложной ситуации сейчас накажусь, поэтому это правда. Человек любого возраста уже может там выйти, что-то говорить, писать, озвучивать. Леш, Юра, вот если даже люди, которые смотрят, и у них есть желание, каким образом можно связаться, подключиться? Давайте. Более практическую информацию, пожалуйста. Я просто хотел сказать, что много молодежи, которые смотрят нас сейчас, они могут на данный момент себя не видеть, может быть, даже ни в одной сфере. На самом деле, вот все сферы, которые Леша озвучил, это большая команда. Это больше, чем 50 человек на данный момент, которые мы просто рассматриваем под этими категориями. И я просто хочу сказать именно по своему свидетельству, что у меня было желание. У меня было желание, и в начальном этапе я просто даже не знал, как камеру правильно включать. У меня просто было желание ехать и служить. Я ездил в поездки в Африку, во все страны, которые ездила в Flame of Fire, и я просто практиковал. Господь видит желание сердца, всему можно научиться. Но также есть люди талантливые, которые тратят свой талант не в то направление. И мы просто раскрываем эти вещи, чтобы вы видели, как можно эффективно влиять. И нет здесь ненужных позиций. Здесь каждая позиция, даже сворачивать шнур, это уже часть медиаслужения. И я просто хочу сказать, что один раз пришло время такое, когда я просто начал разочаровываться. Я думаю, ну какой смысл всего этого? Иногда ты делаешь работу на невидимом фронте, и ты не видишь фидбэк, результата такого. И когда я начал слышать свидетельства людей, вот когда мы ездили на школу, да, то есть выходит женщина, она начинает говорить, что вот я вот в последний момент, я увидела маленький ролик, что о школе, я приехал, и Господь ее исцелил от серьезной болезни. Вы знаете, что люди с Непала, Непал приехали, целая команда людей сейчас на школе, у нас было больше, чем 1200 людей на всю неделю, и одна команда, их человек, наверное, 12, вообще с Непала, еле говорят по-английски. Эти ребята приехали, говорят, 1 января проснулись утром, и говорят, Бог, что ты хочешь, чтобы мы делали? И этот парень говорит, я открыл фейсбук, и вдруг на фейсбуке реклама школы. И он говорит, я увидел рекламу, 1 января, у нас 8-го началась уже школа. Он живет в Непал, страна непонятно где. Он говорит, я клацнул на этот ролик, выскочила информация, и я прямо услышал голос Божий, он говорит, я хочу, чтобы ты ехал сюда. Вообще люди, которых мы не знаем, они бросили все, приехали. Точно так, с Квата Малый, приехал пастырь, он говорит, я тоже. Я говорю, Бог, что мне делать, что мне делать? Вдруг я на фейсбуке вижу ролик за школу, и я приехал на школу. И таких свидетельств ни одно. Но продолжай, Юра. Просто это удивительно, как это сработало. Я просто хотел сказать, что это в определенный момент меня очень сильно смотивировало, когда я видел людей, которые реально, Бог их освобождает, исцеляет. И эта маленькая часть, которую мы выставляем, даже фотография, люди приезжают, и ты начинаешь понимать важность. Что вот если бы, к примеру, мы не сделали этот ролик, то человек бы просто не увидел и не поехал, и может быть до сих пор был больной. Насколько важно видеть все-таки результат своей работы, что ты делаешь, насколько это важно в Царстве Божьем. Я хочу еще раз на весь мир кричать и сказать вот что. Смотрите, дело в том, что то, что мы сейчас предлагаем, это практически подготовлена платформа. Мы на данном этапе, нам Бог дал целый дом, вот представь, Руслан, целый дом, большой дом в городе Сакраменто, который мы назвали Миссионерский дом. Этот дом уже заканчивается буквально через две недели, он готов будет, там делается колоссальный ремонт, для того, чтобы мы могли принять, ребята, девушки, все, кто смотрят, услышите, это колоссальная возможность. Мы подготовили платформу для того, чтобы принять людей на полное время в служение. Вы можете приехать к нам на год, на полгода, в миссию, на миссию. Вы можете приехать сюда для того, чтобы реализовать свой дар, свой потенциал, свои способности. Услышьте, родители, все, кто смотрит сейчас, если вы видите потенциал в ваших детях, я не знаю, подростки, 16, 17, 18 лет, мы открыты принять молодых ребят и девушек в миссионерский дом на год, на пол, на два, как будет угодно, для того, чтобы они начали работать в масс-меди. Мы предоставим вам площадку, мы предоставим все возможности реализации, для того, чтобы мы могли всячески заполнить этот мир благой вестью. Это наша часть. Бог нам дал видение, чтобы через все, что мы делаем, мы могли повлиять на 5 миллиардов людей. Это наше видение. Мы хотим повлиять за наши годы служения, за все сферы нашей работы. Мы хотим повлиять на 5 миллиардов людей благой вестью и служением Духа Святого. Поэтому, дорогие, станьте частью этого видения. Вы просто будете удивлены, как Бог может использовать вас. Это будут настолько все взаимоскрепляющие связи. Понимаете, предействуй свою меру каждого. Для чего? Для того, чтобы мы могли создать Божью жизнь и распространить ее через средства массовой информации. Вот. Я не знаю, если есть какие-то мысли, ребят, очень быстро давайте, высвобождайте. Да, также есть такое обращение даже вот к молодым людям. Часто, когда молодые люди, они думают, ну, у них есть какие-то способности или они в чем-то хотят развиваться именно в сфере медиа, сразу как бы идея там дойти до Голливуда, знаешь, дойти, ну, именно в какой-то там шоу-бизнес, там, ну, как бы, не христианские сферы и там как бы развивать свои идеи. Но я верю, что каждая идея, которая у вас заложена, она заложена Богом, потому что Бог, он творец, дьявол, он не творец. И каждая идея, она имеет предназначение, у вас есть предназначение, чтобы вы эти идеи могли воплотить во свете вот его, его царство, во свете его замысла. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, я видел, кто-то написал, если можно задавать вопрос, прямо сейчас можете задавать. Также у нас есть e-mail media.ffministry.com Обращайтесь, мы хотим вам помочь раскрыться в вашем предназначении. Еще раз, медиа, сейчас запишут, прямо поставят на снизу. Media.ffministry.com Да, чтобы вы могли обращаться, пишите, звоните, даже, я не знаю, или, возможно, надежда поставить, да, номер телефона вот с офисом, связывайтесь. Мы реально вот видим важность и потребность и возможность, которую Бог дает для того, чтобы сейчас всячески приводить в действие и реализовывать весь этот потенциал в людях через массу средств информации и распространять благую весть. Вот. Руслан, я не знаю, может, какие-то вещи у тебя есть, добавить, пожалуйста. Я хочу вспомнить напоследок Евангелия, одного из евангелистов. Мы будем помнить, что написано, что дьявол отец всякой лжи. Да. И ложа, она в первую очередь распространяется через средства массовой информации, точно так же, как Бог отец всякой истины. И написано, Иисус есть сам истинный. И поэтому, когда мы делаем любую усилия, работу, служение для распространения истины, мы делаем богоугодное дело, потому что мы таким образом разрушаем дух лжи, дух неправды и клеветы. Ложь это страшное, это страшное. Ложь это не просто что-то такое плохое. Это дух. Это дух. Это страшный демонический дух. Я хочу сказать, я живу в Украине, война в Украине началась. Вот это, многие происходящие там, это из-за лжи, которая транслируется через средства массовой информации. Поэтому сегодня некоторые телеканалы в Украине один из телеканалов, это программа битвы экстрасенсов, оккультизм, в прямом эфире миллионы людей, огромное количество зрителей, и они оскверняются этой информацией. Я хочу сказать, что в одном, когда Христос воскрес, как вы помните, позвали там умники того времени, стражи, охранников, которые стерегли могилу Иисуса Христа. И сказали, написано, дали им денег, чтобы они сказали, что Христос не воскрес, а Его пришли ученики и украли. И дальше написано, они приняли деньги, и молва эта, то есть ложь вот эта, пронеслась и до сего дня написана. То есть сатана во все времена использовал ложь как ключевой инструмент. Он платит за эту ложь, он платит, чтобы создавались медиапроекты, распространялась ложь о Боге, о церкви, о христианском послании, о евангельских ценностях. Но сегодня мы, как божьи дети, как служители, как воины истины, воины правды, мы должны усилиться и действовать для того, чтобы клевета, ложь, она была разрушена, она была повержена божественной истиной, потому что истина, она превозмогает, Господь он дает силу и побеждать. Поэтому все, что мы делаем в сфере медиа, важно делать в силе и в помазании Святого Духа. Это во-первых, а во-вторых, профессионализм, мастерство и обучение. Во-вторых, поэтому вот это соединение дает благословенный, чудесный результат. Друзья, во-первых, кто смотрит и вообще, кто будет смотреть потом записи, вы должны услышать от Руслан Кухарчук именно человек, который обучает в этой сфере. Поэтому я бы советовал бы вам, всем пасторам, лидерам в разных штатах, особенно здесь в Америке. Ты какой раз в Америке находишься? Я в Америке регулярно, часто бываю, но в Калифорнии здесь в Сакраменто первый раз. Кстати говоря, сейчас в Сакраменто также реализуется инициатива местной брат Денис Чирко о создании ассоциации христианских журналистов и планируется обучение в этом городе, в том числе, предварительный план возможно в августе будет, но я думаю, что и с вашей командой этот вопрос согласовать можно будет, чтобы действительно люди, которые хотят, которые имеют от сердца призыв от Господа, но тем не менее дать профессиональные навыки и мастерство, вот как братья очень эффективно в этом работают и мы сможем усилиться и действовать в этой стратегической сфере, на этой кровле, на крыше, куда мы поднимаемся все вместе. Очень сильная мысль вот именно от этого текста Писания, вот обращайтесь, прям, ну как бы свяжитесь вот с Русланом. Пишите, звоните, я еще здесь, кстати, неделю в Сакраменто, поэтому также здесь можем успеть пообщаться. Если не знаете как, даже можете через нас связаться, мы обязательно направим, вот, но и конечно же, также, ну мы еще раз, еще раз говорим о площадке, которую мы хотим предоставить и дать возможность молодым людям для того, чтобы они могли приехать даже жить здесь и находиться в служении и набирать какой-то навык, опыт и всячески стать большим благословением для много-много тысяч людей. И это не просто фразы или цифры, на самом деле это то, что дает возможность нам Бог. Дорогие, поэтому обращайтесь, пишитесь, кто-то попросил даже по-английски, то, что ты сказал, как можно связаться, не знаю, по-английски можно обратиться, буквально. Без проблем, можно и по-русски, по-английски, на любом языке. Нет, они спрашивают тебя сказать это в английском. Это происходит особенно для вас. Если у вас вопросы, если вы интересны работать с нами в медиасфере, пожалуйста, поздравьте нас через наш эмейл media at ffministry.com or you can write to our Facebook live even later on we'll be checking the comments. Да, потому обращайтесь. Спасибо, дорогие, это очень важно. Я верю, что... Да мы все прекрасно понимаем, насколько важно. Мы это все уже давно здоровые, трезвые люди, которые осознают, что это жизненно необходимо сейчас, потому что весь мир уже ушел именно туда. Вот. Также, ну, я пользуюсь возможностью, потому что я понимаю, время улетает. Вот. Буквально завтра вылетаем в Россию, будем в Саратове проводить конференцию Ассамблеи Исцеления, потому я не знаю, если кто-то смотрит в России или в других местах, вы хотите попасть туда, обязательно прилетайте. Это 9-11 февраля будет именно конференция в Саратове, где мы с небольшой командой завтра прям уже вылетаем туда. Я верю, это будет мощное, благословенное, помазанное время. Вот. Присоединяйтесь, дорогие. И также, я верю, там будет много свидетельств, которые мы привезем с собою и будем обрабатывать, развивать. Сильно хотим сейчас развить именно департамент свидетельств, чтобы работала целая команда, которая будет оформлять и уже как бы, ну, подтверждение для того, чтобы мы могли это осветить. На самом деле у нас больше, чем мы это ставим, намного больше. У нас сейчас огромный, к примеру, Крусейд в Эфиопии. Там, ну, сотни, сотни свидетельств. Мы решили прям людей, даже с прошедших Крусейдов, находить. И там есть мощное свидетельство до такой степени, что вот сейчас я сделал небольшой ролик документальный, мы его скоро тоже выставим. Вы увидите прям как бы множество свидетельств. Я хотел пару слов сказать вот насчет свидетельств. Многие люди, они просто задают вопрос, зачем вы высвечиваете вашу благотворительность и все, что вы показываете. Ну, вот разве не написано, что не знает левая рука, что делает правая? Я просто хотел немножко объяснить вот этот момент, что на самом деле в этом случае, когда мы высвечиваем все чудеса и всю благотворительность, это отчетность и прозрачность служения, потому что когда говорится не знает левая, а правая, это говорится, когда ты благотворишь бедному, конкретно личную благотворительность. А когда люди инвестируют в Царство Божие, свои финансы, то должна быть прозрачность, куда уходят эти финансы и результат этого. И там же еще в Нагорной проповеди Христос сказал, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Ваши добрые дела, но для чего? Прославляли. Отца вашего небесного. Поэтому это, когда мы говорим о служении, церковь делает добрые дела, люди должны это видеть, потому что это прославляет Отца нашего небесного. Мотив нашего сердца только для его славы. Амэн, супер. Иисус сказал, если вы сделаете это ради меня и Евангелия. Поэтому, друзья, супер. Я чувствую, помазание идет, очень много интересного. Да, но на самом деле огромное желание, прямо чувствуется и дух Иеруслана, и мотивация, и желание, открытость для того, чтобы всячески помочь людям. И через эту сферу был прославлен наш Господь Иисус. И мы могли бы больше и больше говорить об этом, потому что есть чем делиться и что говорить. Но спасибо огромное Руслан Кухарчук, Алексей, Юра. Огромная благодарность всем вам, кто смотрит. Поделитесь эфиром, даже после того, как он закончится, пусть люди посмотрят. И я верю, что мы будем видеть плоды и результаты. Благословляем вас. Встречаться будем дальше регулярно в наших прямых эфирах. И благодарим тебя, каждого, кто смотрит, и благодарим нашего Господа Иисуса Христа. Кстати, наша главная программа, которая через студию здесь выходит, это программа Деяния. Мы говорим о действиях Бога в жизни человека, в служении. Деяния не закончились, там нету точки, оно продолжается, и мы хотим высвечивать Божьи действия, Божьи чудеса и все, что делает Господь. Через вас, через нас, а в итоге мы все являемся взаимоскрепляющими связями. Благословляем, дорогие, встретимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok